суток уважаемые зрители подписчики канала дачные записки привет народ выходные подходят к концу воскресенье был очень жарким у нас вообще крайние годы июня у нас самый летний месяц получается сегодня температура была 30 завтра обещаю 31 вообще это очень высокие температуры для корейского перешейки появились они на практике моего здесь проживания совсем недавно до этого как бы ограничивая 25-26 градусами а вот уже несколько лет подряд пускай недолго на такие температуры бывают но это как бы преддверие темы моего сегодняшнего ролика вообще сама тема зародилась из диалога с эдуардом адуевым автором канала корм мегаполис и периодически мы с ним обмениваемся аудиосообщениями в которых высказываем мысль на те и иные вопросы проблемы которые считаем интересные но соответственно касается птицеводства плюс ко всего прочему в последнее время было несколько вопросов поднятых зрителями моего канала на тему какую именно породу завести каких лучше кур держать что выгоднее что не выгоднее какая кура курица дает больший выход что я хочу сказать по этому поводу единой формулы по этому поводу нет в конкретной ситуации зависимость того какая стоит перед человеком задача можно разводить либо кросс либо породу просто подбирать именно под себя птицу если вам необходимо лицо вы готовы заниматься тем что постоянно закупать необходимый объем комбикорма при этом знаете что комбикорм есть хорошего качества и самое главное есть рынок сбыта яйца то бишь у вас будет возможность этот комбикорм как минимум оправдать но по максимуму соответственно получить выгоду с продажи яйца столового то конечно надо брать кроссы учитывать при этом что максимальная заявленная отдача от этой птицы будет исключительно при кормлении полновесным комбикормом который стоит час денег если вы просто для себя держите птицу чтобы у вас было домашнее яйцо вкусное яйцо с яркими животками с хорошим вкусом то надо держать породную птицу ну или как минимум просто напросто птицу так называемую дворянку в плане что она более живучая не столь востребована корму при этом учитывайте что отдача будет не столь шикарно как при корме при содержании кросса в плане количества яиц но при этом вы сэкономите на корны эту птицу можно держать содержать корме и грубо говоря отходами состава более дешевыми комбикормами зерном мешанками выходить из положения так или иначе вот если вам нужно именно вот яйцо определенное по объему либо по цвету либо по вкусу то надо выбирать себе ту породу которая приемлема для содержания в вашей климатической зоне ну и по поводу мяса понятное дело что оптимальный выход мяса дает мясной кросс то бройлер но не все во первых а готовы есть мясо бройлера не смотря на то что бройлеры на домашних условиях разительно отличается от бройлера купленного в магазине напечканного фосфором тем не менее как бы вот лично мне нравится мясо обычной птицы яичный мясо яичный либо даже мясной птицы но которая выращена не по режиму бройлера допустим вот порода джерстический гигант который занимаясь очень мне нравится в этом плане опять-таки на сегодняшний момент все очень жестко упирается в ваши финансовые возможности на которые будет сказываться резкое подражание кормов на сегодняшний момент снижение их качества ну а также необходимость при содержании породной птицы периодически осуществлять обновление крови искать где-то свежую кровь где-то это яйцо покупать если вы живете непосредственной близости от больших крупных городов от деплача питера или москвы где есть такие предприятия как генофонд и худо-бедно все равно можно там в сезон обновить инкубационное яйцо купить обновить кровь своей птицы пускай ассортимент не столь широк не все птицы которые сейчас фаврия среди народа имеется в наличии тем не менее допустим джерстический гигант отсутствует в одном генофоне так и в другом связи с этим хочу вот чтобы не мудро сказать о той практике которую я буду осуществлять в своем личном хозяйстве о тех выводах которые я сделал с реалиями сегодняшнего дня а именно в этом году резко упали продажи инкубационного яйца более или менее брали инкубационное яйцо джерстического гиганта это связано с тем что очень проблематично в этом году было достать порядочное яйцо бролера очень плохого качества бролер вообще был поставлялся те кто занимался не будут мне соврать плюс цены очень дико выросли на инкубационное яйцо бролера и просто-напросто его не было ну точнее было но не в том количестве как требовалось народу вот в связи с этим наверное достаточно неплохо брали инкубационного яйцо джерстического гиганта но все равно при этом таких закупок как в прошлом году когда брали по 50 систематически по 100 яиц не было пару раз по 50 яиц брали в основном закупка инкубационного яйца в этом году было 20 максимум 30 яиц а чаще 10 брали в основном яйцо инкубационного джерстического гиганта неплохо брали инкубационное яйцо пушкинки пушкинской пестрой наверное связано с тем что в этом году очень сложно было достать инкубационное яйцо имена этой птицы акклиматизированы к нашему району в генофонде с тем что они ввели в свою какую-то программу и не продавали инкубационное яйцо этой птицы я с трудом по знакомству достал 20 штучек вот они сейчас подрастают на меня вот и очень плохо брали яйцо кремового лекбара не сказать что совсем не брали но по сравнению с тем как разбирали расхватывали прямо как горячие пирожки прошлом году в этом году соответственно спрос очень упал и больше всего яйца я продал от этой птицы в качестве столового яйца но в связи с тем что яйцо у него не очень крупное то соответственно имя же моему хозяйству это не очень сильно добавил так как не всем людям интересно брать голубое яйцо а просто интереснее брать яйцо крупное вот соответственно в связи с этим я перестраиваю политику внутреннего своего птичьего хозяйства планирую оставить на следующий сезон одну небольшую семью кремового лекбара чуть побольше семью джерсийского гиганта и в основном сделайте силе на пушкинской пестрой которая будет давать как столовое яйцо так и соответственно экубационное яйцо в случае его потребности связано это с резким подорожанием цен на корма отсутствие спроса у народу населения на экубационное яйцо столовое яйцо худо-бедно разбирают при этом вот был момент когда очень неплохо брали яйцо когда выросли цены на магазинах столовое яйцо в магазине порядочное стоило порядка 100 рублей у нас я продаю столовое яйцо своей птице по 150 она всегда у меня свежая крупная из-под своей птицы как бы и берите хотите мне а сейчас опять как бы сетевые магазины снизили цену на яйцо пищевое те люди которые как бы да все люди как у которых сейчас не совсем хорошо деньгами предпочитает уже взять хотя бы такое яйцо по 65 70 рублей нежели брать два раза дороже меня я их прекрасно понимаю все из этим вот буду наверное чуть-чуть сокращать поголовье значит если пушника дает крупное яйцо от 70 грамм ровное красивое вкусное люди готовы убрать значит будем в плане столового яйца уповать на эту породу то есть вот конкретная ситуация конкретный расклад событий как и почему я действую то же самое предполагаю и все остальные люди могут на этом примере действовать если допустим есть источник отходов то надо держать не прос а вот такую невозмутимую в плане породу допустим как пушкинка и как австроворк я не знаю наши породы которые очень неприхотливой формы вот и все-таки буду держать джерсийского гиганта как минимум для себя очень понравится мне мясо выход мяса и я думаю что все таки народ будет склоняться к закупке инкубационной сайты птицы по той простой причине что ну проще наверное взять птицу которая есть не только комбикорм но еще и можно поднимать ее на хлебе на мешанках на зерне чем вот искать где-то инкубационное яйцо бролера попадать на него единственное конечно в принципе наверное буду снижать цену на это инкубационное яйцо немножко допустим 130 рублей она сейчас стоит штучка где-то по 100 рублей буду продавать это на следующий год когда яйцо бролера тоже по уровню этой цены будет будет неплохой но во всяком случае такие планы как она будет на самом деле покажет время в плане перепелов то же самое определиться что сейчас 4 клетки несут где сидит 50 несушек несут день порядка 40 яиц покупает месяц ну штук 150 столько яйца мы не съедаем супруга соответственно плане оставить одну клеточку которая будет давать день 15 яиц и систематически осуществлять вывод перепелят на мясо дети полюбили это мясо то есть цикл 45 дней заложили яйцо через семнадцать дней не выпили через 28 дней ну 30 максимум можно их уже забивать на мясо реквестные пушки то есть вот такие изменения моем хозяйстве в плане того чтобы добавить рентабельности ему помимо того что это как бы моё хобби но тем не менее все уже упирается в цену кормов чтобы все это дело не шло в убыток моему бюджету плюс приносило хоть какой-то доход помимо того что мясо и яйцо вот такие я изменения приношу а там каждый решает для себя сам у кому какие консультации по поводу эту птиц и которые держи нужны будут пожалуйста обращайтесь пишите в комментариях расскажу покажу и еще раз хочу сказать что кросс это полнорационный комбикорм качественный который стоит денег и для того чтобы его оправдать необходим рынок сбыта любая другая птица породная ну она так или иначе терпит по времени не требует систематического про сбыта этих яиц вы его сами можете скушать периодически позволяет платить инкубационное яйцо которое в принципе компенсирует затраты напор вот такие мои мысли спасибо за внимание ставьте лайки ставьте дизлайки последнее время их много стало почему-то под моими видео с другой стороны значит люди смотрят реагируют это тоже есть год оставайтесь на канале рассказывайте друзьям постараюсь чтобы дальше было интересно а